Сейчас покажу вам аптечку, которую я беру всегда с детьми с собой, на всякий случай. Слава Богу ничего не пригодится. Ну, кроме, в общем, ладно, сейчас скажу. Вот беру полисорб с собой. Очень легкая банка, кстати, хоть и большая. Вот, его даю на всякий случай, хоть ни разу у нас проблем с желудком не было, сколько ездили, никогда вообще никаких таких проблем не было, но я все равно даю этот порошок им каждый день, ну и сами их можем пьем на всякий случай. Потом вот витамин С, на херп заказывала, вот, он тоже вот в виде порошка, очень хороший натуральный витамин вот этот. Ну, почему в такой банке взяла, потому что все-таки порошок, я побоялась, что на таможне что-нибудь там не понравится. В общем, вот, перекись водорода на всякий случай, если какие-то раны там. Пентамин, пентавит. Это витамин В, тоже его даю по таблетке, это на случай, ну, тоже вот, если кишечная инфекция, витамин В помогает. Баксет, это фибиотик, тоже его пьем на всякий случай во время отпуска. Потом вот бинт, термометр, и буклин фруктамол, это от температуры, ну, вообще, я как бы противник таблеток, вообще от температуры, просто беру их на всякий случай, если уж там, мало ли, как говорится, в другой стране все равно. Вот, потом панкреатин, если тоже проблемы какие-то с пищеварением, желудок заболит, ну, тоже никому не понадобилось, слава богу, прости, но на случай аллергии тоже не понадобился. Активированный уголь тоже даю, если дети воды хлебанут, вот уголь поли-40, ну, витамин В даю. Витамин С даю на всякий случай, вот вчера дети перемерзли на корабле, на пеной дискотеке, всякий случай даю. Вот, чтобы не заболели. Ну, потом еще туда надо добавить зеленку, конечно, и лейкопластырь. Ну, честно скажу, я их забыла. Вот. В принципе, вот вся аптечка, которую я беру, больше ничего не беру. Ну, пригождается вот пылесос, витамин С и баксет, пентовит. Ну, опять же, говорю, даю это на всякий случай, потому что, ну, просто боюсь по отзывам, там, что дети, там, не знаю, плохо им после того, как хлебанут воды в море или в бассейне. Ну, вот у нас вот, фу, все обходится всегда. Ну, я, конечно, вообще не разрешаю детям есть грязными руками, там, после бассейна, после моря, когда они едят, они всегда идут мыть руки, если в отеле. Если где-то на море, ну, в принципе, когда все включено, мы на море вообще не едим, но если вот едем не все включено, бывает, что как бы едим, но всегда заставляю их сначала влажными антибактериальными салфетками плывет, или только потом уже разрешаю им есть. Я говорю, сколько раз мы ездили, вот, с самого детства, мелкого возраста, у нас никогда проблем, слава богу, не было. Ну, все, всем спасибо за внимание, может быть, кто-то что-то добавит, буду благодарна.